Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Стоим. Люда! Вперед. А что они тебе сказали? Вы мешаете. А куда вы ее ведете? Вы меня не услышали? Слушайте, так это моя подруга. Я должна знать, что происходит. Ваша подруга задержана по подозрению в убийстве на сорок восемь часов. Все. Идем. Так. И что теперь делать? Спасибо, что помог. Да нет, ты что, давай эту квартиру донесю. Да нет, не тяжело. Спасибо. Слушай, а как там у вас с визами? Дали? Да, все хорошо. Не переживай. Ну, ты завтра постарайся не опаздывать. Я хочу хотя бы за три часа в аэропорт приехать. Не волнуйся. Довезу в лучшем виде. Позже я понесу. Да, спасибо. Все, сынок. Давай. Давай. До завтра. Капа. Не тяжело тебе? Нет. Пояс снимите. Не положено. Лицом к стене. Руки. Вперед. Это не я? Я этого не делала. Я не могла. Я не могла. Вечер добрый. А Людочки нет. Здравствуйте. Вы не знаете, где она? Не знаю. Утром куда-то уехала, так и не приехала. Я сама ее дожидаюсь. Заявление подписать на облагораживание территории. Вот звонила-звонила, не открывает. Может, спит? Да она не лентяйка. Чего ей с утра до вечера спать? Женщина она порядочная. Хоть и вдова. Ясно. Вы, если ее увидите, пожалуйста, передайте. Пускай Владимир позвонит. Хорошо? Передам. Обязательно. Спасибо. Ну что, Людмила Сергеевна, вспомнили еще что-нибудь? Нет. Я не убивала Гришу. Я это совершенно точно знаю. Я любила его. Любили? То есть больше не любите? Ну чего молчите? Как говорится, от любви до ненависти. Вот, пожалуйста. На ноже, которым убили вашего мужа, обнаружены ваши отпечатки пальцев. Да. Возможно, я держала нож в руке, но я не могла его убить. Почему вы мне не верите? Может, это сделали те, от кого он скрывался? За долги. А откуда вы знаете, что у него были долги? Как это откуда я знаю? Они меня уже два месяца атакуют. Да. Я знала, что у мужа были долги. И он собирался уехать с деньгами. Он сам вам это говорил? Он сказал, что мы вместе должны уехать. Далеко. Где нас никто не найдет. То есть, что сказал, вы помните. А как умер, не помните. Очень удобное музея. Я же вам говорю, я частями вспоминаю этот день. Фрагментами. Давайте. Вспоминайте. Я пока не вижу ни одного факта, подтверждающего вашу версию гибели вашего мужа. Ну, кто же тогда меня преследовал эти два месяца? Следил за мною? Ставил жучки в квартире, в телефон. Кто? Где? Где сейчас эти жучки? Вы можете показать хоть один? Нет. Ясно. Что вам ясно? Мне ясно, что это убийство в состоянии аффекта. Нет. Именно из-за аффекта. Вы не догадались спрятать нож. Именно из-за него вы не все помните, что было в тот день. Такое случается. Тогда кто за мной следил? Ну, кто? Любовник, например. Вы почему мне не верите? Да потому, что у вас был мотив и возможность. Именно ваши пальцы на орудие убийства. И вы ни черта не помните, что было в тот день. Для суда всего этого будет более, чем достаточно, чтобы признать вас виновой. Люда. Идемте. Люд, Людич. Присаживаемся. Люда, я сразу к следователю пошла. Я еле договорилась о свидании. Он не хотел давать. Понимаешь, я не родственница. Боже мой, как они тут с тобой обращаются. Не знают, что ты ребенка ждешь? Люд. Они думают, что это я. Но я этого не делала. Я это точно знаю. Просто я не помню, что произошло. Ты мне веришь? Какая разница? Сейчас тебе о другом нужно думать. О чем? Как тебе отсюда выйти? Я не знаю. Тебе не надо чего знать. Люд, тебе нужен хороший адвокат. Ты же специалист по уголовному праву. У меня на примете один такой есть. Но я не знаю, получится ли. Что получится? Знаешь, он реально лучше в своем деле. Но он ужасно дорогой. У меня нет таких денег. Люд. Ты слышишь, что я тебе говорю? Я слышу. Я найду деньги. Стоим. Вперед. Разрешите сделать один звонок? Идите давайте. Я вас очень прошу, это важно. Пожалуйста. Только быстро. Спасибо. Доброе утро. Не такое уж оно и доброе. Ну, пойдемте. Следователь только сейчас разрешил свидание с подозреваемой. Благодарю. Людмила, вы должны мне все рассказать. Все как было. Шаг за шагом. Минута за минутой. Я вам все рассказала. Я на самом деле не помню момента убийства. Помню, как стою на месте преступления. Держу в руке нож. А дальше провал. Ну, значит, работающая версия у нас есть. Убийство в состоянии аффекта. Мы можем добиться минимального срока. Тем более вы беременны, и суд примет данное обстоятельство. Вынимание. Геннадий, мы не будем выдвигать никаких версий. Я абсолютно уверен, что Люда никого не убивала. Я хорошо ее знаю. Я ручаюсь. Это не она. Володь, спасибо тебе. Правда, спасибо за все. Все будет хорошо. Мы разберемся во всем. Ну, что ж. Тогда я пойду более детально ознакомлю с материалами дела. Ну, а вам я советую предоставить следствию другого подозреваемого. То есть найти настоящего убийцу. Другой подозреваемый существенно увеличит шансы на успешную защиту Людмилы. Геннадий Павлович, а что делать с деньгами мужа? Следователь меня не спрашивал, и я ничего не сказала. Ну, вот ничего не говорить. Вам будет сложно объяснить, почему вы сразу о них не сказали полиции. Я поняла. Не, пора к следователю. Спасибо. Всего доброго. Володь. Если понадобятся деньги, они на том же месте. Ключ у меня дома, в мольберде. Я все сделаю. Ничего не боюсь. Ну, что сказал следователь? Отпечатки Григория пробили по учетам. Это некто Виктор Матросов. Ага. В 2012 году он привлекался в связи с убийством по неосторожности. Убийством? Все так серьезно. Он сбил гражданку Семенова Маргариту Иванова, но это было еще в Сосновске. Его отпустили из суда под залог. Он сбежал. И с тех пор он числится в розыске. Что же это получается? Сбил невиновную девушку, ушел от ответственности. И что родственники? Ее родственники не пытались его искать? Ну, вероятно. А что, если кто-то действительно его нашел, скрывающегося под чужим именем? Матросов про это узнал, набрал кредитов, инсценировал свою смерть, пытался сбежать, но Мститель его настиг и убил. Все возможно. Геннадий, найдите всю информацию по сбитре девушки. Сможете? Я постараюсь. Налево. Люда, пожалуйста, подождите минуту. Я адвоката привела. Прошу вас. Вознакомься, Арсений Петрович адвокат. Я тебе о нем рассказывала. Здравствуйте. Здравствуйте, Арсений Петрович. Простите, что зря побеспокоили, но мне не понадобятся ваши услуги. В смысле? Что ты такое говоришь? У меня уже есть адвокат. Какой адвокат? Арсений Петрович самовостребованный в городе. Он специально нашел время для тебя. Еще раз извините. Идем. Вперед. Извините, это будет какой-то… Сейчас мы все уладим. А… Вы мне должны за полтора часа моего времени. Мы сейчас находимся у здания городского суда Сосновска, где сейчас закончилось заседание по делу Виктора Матросова, 15 июля этого года сбившего насмерть на пешеходном переходе гражданку Семенову Маргариту Ивановну. Заседание было отложено на неопределенный период. Дело в том, что Матросов, находясь под подпиской о невыезде, не явился в суд. Как выяснилось, он скрылся от внутренних органов и сейчас находится в розыске. А это муж погибшей. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, что вы сейчас чувствуете? Это просто чудовищно. Убийца на свободе. И раз в нашей стране нет права судья, я буду права судья. Я тебя найду. Алло, Геннадий, вы очень вовремя. Я тут раскопал в сети ролик, в котором муж Семеновой угрожает матросову расправой. Да, я уже видел. И как? Удалось что-то узнать про Семенова? После той трагедии он перебрался в столицу и живет здесь. Я скину тебе его адрес. Спасибо. Надеюсь, мы вышли на верный след. Извините, мне Машеньку надо кормить по времени. Да, пожалуйста, пожалуйста. Скажите, а супруга ваша где? Супруга? На работе, а я сегодня дома. Ясно. Ну, 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 мы сейчас молочко попьем. Я сегодня с Машенькой. У меня еще старший есть, но он в садике. В общем, дел не в правовом. Ну, 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 ну. То есть, хотите сказать вам не до матросов? Ну, конечно. Я хотел, чтобы его наказали по всей строгости закона, но времени нет. Ну, ну, ну. А вы не знаете, где он сейчас живет? Нет. Если бы я знал, я бы сразу в полицию обратился. Мстить не стал бы. Ну, солнышко. Из-за этого рода жизнь себе портит. Ну, Машенька. У меня есть видео, в котором вы угрожаете матросову расправой. Ну, угрожал и что? Извините, мне ребенка укладывать надо. Пойдем, Машенька. Пойдем. Мы сейчас молочко попьем. Ляжем в кроватку, будем. Люли-люли-люли. Вы знаете, я тоже из-за этой ненависти к Матросову даже с его женой сошелся. С кем сошлись? Ну, с женой. С Матросовой. Тамарой. Тамарой. У нее зуб был на него больше, чем у меня. Она взяла громаднейший кредит. Ну, чтобы под залог его выпустили. Ну, ну, солнышко. А он вернулся домой и все деньги спал. Кинул ее, в общем. А у нее ребенок должен был быть. На третий месяц. В общем, ребенок не родился. Ну, нет. Скажите, а вы поддерживаете связь? Поддерживали раньше. Но потом, когда в столицу перебрался, ну, женился второй раз. Ну, мои солнышки, ну. Перестали общаться. Она мне звонила два месяца назад. Сказала, что вышла на след матроса. Я ей говорю, сдай его в полицию и забудь. Посмотрите, пожалуйста, это не она. Она? А вы откуда ее знаете? Ну, Сашка, ну что? Мася, не знаю. Геннадий, это я. Есть новости. Похоже, в этом деле замешана бывшая жена матросова, Тамара. Я перезвоню в вторую линию. Да? Так, а теперь ты ни слова не говоришь о том, что узнал. Это Тамара. А откуда вы знаете, что я собираюсь делать? У тебя на телефоне установлена прослушка. Ты же сам мне его дал тогда в парке. То есть жучки это тоже у ваших рубежей? Ну, а как ты думаешь? У меня твой сын. Спасибо, что познакомил меня с ним. Очень мне облегчило задачу. Он тут рядом со мной. Ты лжешь. Хочешь с ним поздороваться? Дима, Димочка, поговори с папой. Привет, пап. Ты когда будешь? Тетя Тамара сказала, что ты меня заберешь и завезешь к маме. Привет, сыночек. Да, да, все так и есть. А где ты? Мы ездили покупать мне новый смартфон. Тетя Тамара случайно мое разбила. Димка, послушай внимательно. Посмотри вокруг и скажи, что ты видишь. Давай я объясню. Давай. Ты мне должен вернуть деньги. Что? Какие-то проблемы со связью. Повтори. Слушай, давай без этого. Я прекрасно знаю, что Людмила их забрала. Они мои. Мой бывший мне их должен. То есть это ты преследовала Григория, да? Ты его шантажировала, и он специально для тебя инсценировал свою смерть? Да, это было очень правдоподобно. В тот день Григорий ушел от слежки, а потом я узнаю, что он взорвал себя на озере во время рыбалки. Это он-то, который рыбалку терпеть не мог. Ты начала преследовать Людмилу. Ну, я думала, она с ним заодно. То есть ты знала, куда она поехала после похорон и видела, как они встречались в заброшенном лагере? Да, видела. Это ты убила Григория? Нет. Это же Людмила убила его. Она должна в этом признаться следователю. Людмила не могла этого сделать. А ты меня плохо слышишь? У меня твой сын. Не трогай Димку, пожалуйста. Я сделаю все, что скажешь. А вот это уже нормальный разговор. Ты должен заставить Людмилу признаться в убийстве. А потом ты принесешь мне деньги. А времени у тебя до вечера. Ну а если нет, твой сын умрет. Я тебя понял. И еще. Когда я получу деньги, мы спрячем Диму в таком месте, где его никто не найдет. Он там протянет дня три. Без воды, без еды и без воздуха. Как раз и того времени мне хватит, чтобы уехать из страны. Когда я буду строить, я сообщу тебе место, где его искать. Какие у меня гарантии? У тебя никаких гарантий. И выхода у тебя другого нет. Если ты сообщишь в полицию, то мы просто забудем. Где же это место, где твой сын умирает без воды и еды? Ты меня понял? Ты не можешь так поступить с ребенком. Семь лет назад я сделала аборт. Почему ты думаешь, что если я не пожалела своего ребенка, я буду жалеть чужого? Дима! Дим! Сынок! Дима! Димочка! Дима! Простите, пожалуйста. Вы Димку не видели? Не видел. А что случилось? Да я дома вещи собирала. Вышла во двор, а его нет нигде. Простите, я не в курсе. Мы с Джулией только вышли на парковку. Дима! Дима! Да. Вова, ты что, Диму забрал? Нет, он не со мной. Вова, он пропал. Он играл во дворе и пропал. Я знаю или беспокойся. Я все решу. В смысле решишь? Так он с тобой? Ты понимаешь, что у нас вылит через пять часов? Как только смогу, я его привезу. В смысле, как только сможешь? Мы с тобой обо всем договорились, Вов! Ты что творишь вообще? Ты подписал документы, усыпил мою бдительность и сейчас взял и украл ребенка? Что ты такое говоришь? Нет, конечно. Значит так, если ты через час не привезешь Диму домой, я позвоню в полицию и скажу, что ты украл нашего сына. Ты меня понял? Да. Она меня слушает. Доехали нормально? Ну, нормально. Давай, пока. Лёхе привет. Извините, можно ваш телефон мне позвонить? Давайте я его куплю. Вот. Здесь хватит на любой телефон. Дайте, пожалуйста. Спасибо. Алло. Алло, Егор? Кто это? Это Мельников. А почему? Да, это другой номер, мой прослушивают. Егор, мне нужна помощь. Надо пробить тачку по номерам. Навороченный. Думаю, что есть GPS-маячок. Что за люди? Я не знаю, но у них мой сын. Ну, если все так серьезно, давай в полицию. Я не могу. Диме угрожает опасность. Ясно. Постараюсь сделать быстро. Я понимаю, в это сложно поверить. Вы считали ее своей подругой. Тамара шантажистка и убийца. Это немыслимо. Самое страшное, что теперь от нее зависит жизнь Димы. Как она может? Как? Мне сложно об этом говорить, но вы можете спасти мальчика. Я? Она требует, чтобы вы отдали ей деньги Григория и признались в убийстве мужа. В этом случае она скажет, где не прячь мальчика. Людмила, мы с Владимиром сделаем все возможное, чтобы доказать вашу невиновность в суде. Но пока нам нужно время. Я понимаю, я сделаю все, что вы скажете. Это я втянула Владимира в эту историю. Я не допущу, чтобы с Димой что-то случилось. Скажите, а у вас нет никаких версий? Где они могут прятать его? Может быть, она что-то говорила? К сожалению, нет. Я вот только сейчас понимаю, что она обо всем меня выспрашивала. А о себе молчала. Я даже дома у нее не была. Если вы что-то вспомните, сразу зовите меня. Хорошо. Обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Больберти, Больберти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот она. И нам это постоянно проходит, если вам понравилось. А этоarta. Я много думала и, наконец, вспомнила, что произошло. Я готова признать свою вину. Так-так, отлично. Ну что ж, я рад, что вы, наконец-то, вспомнили. То есть, вы признаётесь в убийстве своего мужа Виктора Матросова? Я знала этого человека под именем Григорий Крылов. Да, я признаю, это я его убила. Как именно, при каких обстоятельствах? В заброшенном здании, бывшем пионерском лагере. Он сообщил, что скрывается от преследования, и я ударила его ножом. Где вы взяли нож? Готовились ли вы к этому убийству заранее? Моя клиентка воздержится от ответа на данный вопрос. Простите, что-то мне нехорошо. Давайте только не устраивать спектакль. Раздаёте признательное, доведите дело до конца. Да что вы смотрите, давайте скорую вызывайте. Где мой сын? Сначала я должна убедиться. Сначала я должна убедиться. Скажите, пожалуйста, а что с моей подругой? Да вы что? Ужас какой! А куда её увезли? Я хочу её навестить. Я понимаю, да. Хорошо, передавайте, пожалуйста, пусть она поправляет. Да, до свидания. Спасибо. Что с ней случилось? Всё очень хорошо сложилось. Он осознался в убийстве, её положили в войну. Не надо знать. Давай без глупостей. Думай о сыне! Владимир Новиков, вы задержаны по подозрению в похищении ребёнка. Стой! Послышите, надо задержать эту женщину. У меня, у меня украли ребёнка. Слышите? Поедем в отделение, там разберемся. Да что разбираться, это ребёнок, ему всего десять лет! Что будет с Димой? Вы уже дали показания. Всё нормально. Вам сейчас нужно о себе думать. Ситуация мне очень не нравится. Восьмая неделя беременности. Надо готовить операцию. Доктор, с ребёнком всё будет хорошо. Держите, всё будет хорошо. Постарайтесь расслабиться. Подумайте о чём-то хорошем. Шум воды, тихой приставы. Старая. Что старая? Пристань старая. Я вспомнила. Тамара говорила про старую пристань. Дима, может быть там? Вы слышите? Прошу вас, не тратить силы на разговоры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Почему вы его не сняли? А вы уверены, что он там могил? И что там вообще есть ваш ребенок? Это же старая пресня, правильно? Место похоже по описанию. Похоже по описанию. А вы знаете, что описание давала женщина, подозреваемая в убийстве? Если вы так и собираетесь тут стоять, то я пошел сам. Да вы понимаете, если там ваш ребенок, вы только навредите. Что такое? Пошли, пошли! Первая группа, сапожки упадем, подойдем. Первый, да! За мной! Второй, проверьте! Второй, прикрывай! Пошел! Готов! Живой, но без сознания. Что теперь, а? Он же ничего не скажет! Где мой сын? Где тело? Ну, успокойтесь вы! Мы найдем вашего сына. Ребята, смотрите здесь все. Ну, так, где ребенок? Куда вы его спрятали? Вы можете продолжать молчать, но в ваших интересах говорить, суд учтет признательные показания. Какие признательные показания? Мне не в чем признаваться. Вы забываетесь. Мы задержали вас в аэропорту при попытке скрыться с крупной суммой денег, которую, кстати, вам дал отец Дмитрия. Более того, на Старой Пристани задержан ваш сообщник Самойленко. Я такого не знаю. Буду с вами откровенен. Пока он ничего не может нам рассказать, потому что находится в бессознании. Но как только очнется, может быть, уже слишком поздно. Пожалеете ребенка. Вы же женщина, мать, в конце концов. Мать? Интересно. Что-то о моем нерожденном ребенке никто так не заботился. А за что он пострадал? За что? Я вас спрашиваю. Почему этот подонок бросил и меня, и его? Поэтому вы разыскали своего бывшего мужа и стали следить за ним. Да, осталось следить, потому что этот урод мне жизнь сломал. Скажите, вы были? Вы были в заброшенном пионерском лагере в день его похорон? Да, была. Я там спряталась в соседней комнате и наблюдала. Как те двое выясняют отношения. Ты? Ну, а как ты? Что? Так сильно изменилась? Постарела? Точно выглядишь для мертвеца. Как ты меня нашла? Как ты меня нашла? Тебя только это волнует? Тебя только это волнует? Что ты слышала? Все. Я слышала все. Только попробуй. Когда она перенесет деньги, ты отдашь ему все до копейки. С процентами. Ты меня поняла? Все до копейки. Только ты мне должен. Продолжение следует... А я самочеку забыла, Бориша. Киша! Ну, пошло. Увидела его труп, бросилась и вязала в руки нож. А потом куда-то кинула и пошла. Почему она сразу не позвонила в полицию? Она так с ума сошла. У нее были такие стеклянные глаза, как будто она не понимает, что происходит. Она в тот момент, наверное, память потеряла. И тогда вы решили втереться к ней в доверие? Два месяца ходила за ней хвостом. Помогала вспомнить. Нянчилась. А когда выяснила, где деньги… Она подключила к своим поискам Владимира и… Пашу и Планы рухнули. Я не хотела его убивать. Тогда как вы объясните наличие у вас ножа? Я… Я не знаю. Но это… это произошло случайно. Но мальчика вы выкрали намеренно. Скажите, где он? На старой пристани. Есть тренинг. Есть тренинг. Есть тренинг. Он здесь! Он здесь! Давай, давай. Все хорошо. Все хорошо. Димка! Папа! Сынок! Папочка! Все хорошо. Слышишь? Все хорошо. Все позади. Я рядом. Родной мой, ничего не бойся. Ты цел? У тебя ничего не болит? Папа, я не думаю, что меня украдут. Ты не виноват, слышишь? Ты ни в чем не виноват, золотой мой. Я тебя очень-очень люблю. Я тебя люблю, папочка. Не волнуйся. Ты теперь в безопасности. Все будет хорошо. Мама скоро приедет. Скажите, когда все закончится, мне разрешат навестить Людмилу Крылову? Разрешат. Все обвинения с Крыловой в скором времени будут сняты. Пришел в сознание подельник Тамары, он многое рассказал. Димка! Сынок! Ой, я как же испугалась за тебя, Господи! Ты не ушибся. Мама, ты прости, что вы уехали с тетей Тамары. Папа не виноват. Это я вовсе не виноват. Прости меня. Ты ни в чем не виноват. Ты ни в чем не виноват. Все хорошо. Евгения, простите. Вы можете остаться для дачи показаний? Да, конечно. Хорошо. Я жду вас в кабинете. Прости меня. Я ведь не знала, что все так. Да, все в порядке. Правда? Да. Мы нашли Димку. Все хорошо. Ты большая молодец, что вспомнила про старую пристань. Если бы не ты, я даже представить боюсь, чем бы все закончилось. Кстати, с тебя сняли все обвинения. Люд, я знаю, ты меня слышишь. Ты обязан вернуться. Ради своего ребенка. Ради меня. Ты мне очень нужна. Я люблю тебя. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я люблю тебя. Ты пришел? Начнусь. Врача! Позовите врача! Я здесь. Я рядом. А испанский вообще несложным оказался. Я с одной девочкой из нашего дома познакомился. Она испанка. Она испанскому языку меня учит. Ах ты, как здорово! А как по-испански будет? Я тебя люблю. Тиама. Красиво. Папа, ты волнуешься? Есть маленькая. Пап, все будет хорошо. Сыночек, я так рад, что ты ко мне приехал на каникулы. Я бы без тебя не справился. Вот они. Привет, Дим. Очень рада тебе. Это тебе. Спасибо. Возьмете папа ребенка? Так, ну. Какая красивая. Вся в маму. Да. Можно меня посмотреть? Давай, сынок. Аккуратно. Привет, Стренка. Димка. Тим, по-моему, ты торопишься. Не. Скажи папу. Ну, вообще-то, грубо говоря, я не планировал, что это произойдет немножко в других обстоятельствах, но... Раз уж сын достаивает, то... Людмила, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты согласна? А почему ты смеешься? Я не понимаю, что это значит? Это значит да. Правда? Ой, 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 ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дим, возьми, пожалуйста. Ну, тихо-тихо. Ну, тихо-тихо-тихо-тихо. На-на-на. Спасибо. Ну, чего ты? Чего? А, вот уже. Вот. Это тебе. Дома прием. Померяешь. Сына уложим и продолжим. Правильно? Володь. К дочку. К дочку. Да-да. К дочку. Я так счастлива. Я тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok